Всем здравия желаю, с вами Дмитрий и канал You Give a Chance. В этом видео я расскажу вам о турникете Soft Tea компании Так Мед Солюшн. Сначала хочу сказать пару слов благодарности за предоставленный турникет моему другу Виктору. Таких турникетов в нашей стране мало, но у нас они есть и поэтому у кого есть возможность может тоже захочет его себе приобрести, положить в свою укладку, поэтому эта информация может быть для вас очень полезна. Итак, турникет от компании Так Мед Солюшн называется Soft Tourniquet, это Special Operation Force Tourniquet, это крайняя версия его. Что можно сказать раньше, какие были проблемы с турникетом Soft, почему он был не основным, потому что самая большая проблема была, что его нельзя было наложить нормально и быстро на верхнюю конечность, он проскальзывал. Вот сейчас этого уже момента нету, есть ряд новшеств, которые уже реализованы в этом турникете. Посмотрите на его размер, это первый плюс. Размер очень компактный и тонкий. Второй плюс это то, что он сейчас накладывается на верхнюю конечность без проблем. И третий плюс это то, что его длина, именно объем, который он может отработать бедра, очень большой, еще больше, чем был. То есть вот эти плюсы как раз и есть плюсами. Плюс Soft Tourniquet в железной палочке нету. С появлением седьмого поколения турникета Cat это уже кануло в прошлое. А вот именно габариты работа, то что оно на верхней конечности и большая окружность для работы, которую он может поглотить, это вот как раз три основных плюса. Так вот посмотрите на инструкцию, тут написано, что для контроля массивных кровотечений или сильных severe hemorrhage и потом только для подготовленного персонала for use by qualified personnel only. То есть это конечно говорит о том, что нужно ему потренироваться, а сразу человек не сможет его принять, правильно применить. И так еще он состоит из стропы, из пряжки, которая видоизменилась. Она теперь не железная, она из, вот эта часть из какого-то пластика очень прочного, вот эта часть тоже как железо, только какое-то, не такое как было раньше. То есть вот эта часть металлическая, вот эта часть пластмассовая, то есть она очень легко присоединяется и если нужно раскрывается. А это легко ходит, в отличие от прошлой версии. Теперь устройство, куда помещается палочка-вороток, это вот сюда первый момент и второй дополнительное сверху идет закрепление. Теперь третий очень важный момент, вот видите, такой треугольник красный, это индикатор того, что стропа натянута правильно. То есть когда вы затягиваете турникет, вот эта первая затяжка должна быть тогда, когда пропал индикатор натяжения. То есть это говорит о том, что вы можете работать бородком и все будет хорошо. Если он виден и вы начнете им работать, то давление недостаточно будет сильное, турникет не будет работать корректно. Вот это очень важный такой момент и очень конструктивно интересный момент. Ну, в горячке, конечно, вы будете максимально сильно затягивать эту стропу, а потом уже крутить. Итак, давайте продемонстрирую, как он применяется на верхней конечности, а потом на нижней. То есть вот он, видите, вот так укладывается. В комплекте идет две резинки, но, конечно, лучше под сумки для труникета его размещать. Так, мы его достали, вот сейчас будет левая рука ранена. Мы его достали, нужно поместить так, чтобы пряжка смотрела на нас. То есть вот так мы взялись за пряжку, в районе пряжки взялись. Теперь провели в районе пряжки максимально высоко. Но это в положении лежа, либо сидя. Сейчас я на асфальте в городской одежде пока не демонстрирую это. И потом смотрите, как затяжка происходит. То есть она очень легко происходит. Мы смотрим сюда на индикатор. Вот этот индикатор красный должен пропасть. Вот он пропал. Да, все хорошо затянуто. И теперь я кручу, как в прошлом я объясняю товарищам. Крутим не вот так, взялись за один край и им работаем. Если мало, мы еще один оборот. Вот два полных оборота. Это уже очень хорошо. Вот проверяем пульс. Его нету. Проверяем капиллярное наполнение. Три секунды, четыре, пять. То есть видите, да, что белое пятно больше чем две секунды у нас. Ну, часы пока что тупят. Да, ну, понижается, да. То есть очень прикольный момент по наложению. И теперь смотрите, еще один плюс. Это то, что вот эту липучку не нужно никуда крутить. То есть она все равно не откроется, да. Единственное, если получается, нужно за вот этот второй фиксатор спрятать. Потом, чтобы оно не болталось, можно его, конечно, куда-то деть, чтобы он просто не мешался. Ну, кстати, по ощущениям, не болезненные ощущения, но в то же время эти пульса нету. Три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять и более. Вот. То есть турникет очень хорошо работает. Так, теперь по пониженной конечности тут есть два нюанса. Оп. Вот липучки ничего не попадает, да, еще вот такой может быть минус у всех велкро, велкро липучек, то, что туда может что-то набиваться. Снег, лед, песок, глина. А тут, вы видите, да, то есть тут этого ничего нету. Вот. И теперь на нижнюю конечность мы надеваем либо методом кольцо, кольцо расширили, нога, либо, если место ампутации там небольшое было, мы проносим снизу ноги, так, чтобы у нас пряжка смотрела опять рядом к центру тела. Вот. Это первый вариант, когда мы практически не поднимаем конечность или вообще не поднимаем, а чуть-чуть продеваем в кольце. Вот. Но это больше, конечно, для взаимопомощи. Для самопомощи мы открываем полностью турникет, продеваем. Оп. Затяжка. Посмотрели, чтобы исчезла эта тема. То есть она должна быть довольно хороша. Два. Ну, тут, скорее всего, три полных оборота. Это уже очень хорошо. Очень хорошо работает. Вот так. Ну, и как видите, что вот эту штуку можно даже не закрывать. И турникет все равно закрыт. И отлично работает. Ну, что? Общий вывод. Общий вывод таков, что этот турникет сейчас, ну, у меня занимает практически опять первое место как турникет Кэт за счет именно своего количества и статистических данных. Вот. Но вот этот турникет, конечно, очень хорош. И у него вот устранены все проблемы, которые были ранее. И сейчас есть очень много плюсов, которые даже перешагивают через турникет Кэт. Поэтому именно крайняя версия турникета Такмет Солюшен просто огонь. Советую, конечно, этот турникет. Вот. Я редко когда что-то советую. Ну, когда все рабочее. И от таких еще крутых компаний, у которых доказательная медицина, статистика и прочее. Ну, вот этот турникет просто огонь. И все эти плюсы, отсутствие велкера, который может испачкаться, загрязниться, большая площадь для конечности, для крупной, отстегивания вот этого элемента и пристегивания. Ну, и после затяжки, когда мы закрутили, нам не нужно ничего фиксировать. Турникет уже отлично держится. Вот. Поэтому, ребят, советую данный турникет искать на просторах интернета, пополнять свои аптечки. Вот. Как и турникет Кэт, это просто топ. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Тренируемся и мы даем шанс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...